Музыка В этой цели после столкновения с фурой практически ничего не осталось. Причины и последствия падения башенного крана на жилой дом. Там стрелой, короче, просто ее прошило, короче. Там ни потолка нет, ни пола. Кто и когда будет возмещать ущерб? И громкое дело. Его практически убили одним уколом. Врача частной клиники обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть пациента. Это и не только прямо сейчас. В буквальном смысле ничего не осталось от кабины «Газели», врезавшейся минувшим вечером в длинномер «Мерседес». Крупная авария произошла на улице Азина в казанском поселке Киндери. Удар пришелся в левую заднюю часть фуры. Чтобы извлечь водителя из груды металлолома, пришлось вызывать все экстренные службы. Слават Мухаммадуллин попытался восстановить картину происшествия. Он был в сознании. Реанимационная машина увезла его с ногами, что ли. Несмотря на сильнейший удар, водитель «Газели» чудом остался жив. Мужчина оказался зажат в кабине своего автомобиля. Прибывшие на место спасатели вырезали пострадавшего из груды, из кореженного железа и передали его в руки медиков. Мужчина находился в тяжелом состоянии. Машина стояла, а анимацию делали ему. Если бы пассажир был, то погиб бы. А с той стороны пространство все-таки есть более-менее. Видимо, он остался. О том, как все произошло, рассказал водитель большегруза. Мужчина отметил, что двигался в сторону Казани. Затем остановился и начал выполнять разворот. «Газели» в этот момент находилась позади него. Он оттуда ехал? А вы как ехали? Я разворачивался. А вы не уступили, что ли, ему? Или как получается? Он далеко. В случае причинения тяжкого вреда здоровью возбуждается уголовное дело. Однако степень вины участников всех автомобилистов еще только предстоит установить. Словат Пухмадолин, Айрат Назипов, Адель Малахметов. Вызов 112. Башенный кран рухнул на 18-этажный жилой дом на улице Альберта Камалеева. Кран повредил облицовку фасада, балкона и квартиры верхних этажей. Обломки дома обрушились на автомобиле. Жильцы по счастливой случайности не пострадали. На месте происшествия побывал Айрат Назипов. Он и расскажет о возможных причинах и последствиях. По приварительной версии, кран обрушился в районе 5 часов вечера, когда на улице бушевала непогода. Многие жители в этот момент находились не дома. Мамочка, он падает! Отчет! Момент падения зафиксировали жильцы соседнего дома. На видеозаписи видно, как конструкция, шатаясь от сильного ветра, рухнула на многоэтажное здание. В момент падения в кабине находился крановщик. Мужчина смог выбраться из крана и самостоятельно спустился вниз, где его позже осмотрели медики. Предварительно он получил травму и средней степени тяжести. Других пострадавших не было. Если не считать тех, чье имущество было повреждено. Там вот с той стороны квартира моего товарища, короче, ну вот она больше всех пострадала, потому что там стрелой, короче, просто ее прошило, короче. Там ни потолка нет, ни полома. В результате падения была повреждена облицовка дома, а также три балкона на 14, 15 и 16 этажах. У некоторых квартир разбиты стекла. Люди говорят, части от упавшего крана влетали им прямо в комнаты. Благо, никого не задели. Кроме того, досталось и припаркованным машинам. В общей сложности пострадали шесть автомобилей. Сегодня их владельцы решали вместе с представителем застройщика, кто и как будет возмещать убытки. На САГО есть? На САГО не поможет, да? На САГО? ДТП не пойдет. Давайте мы с вами так сделаем. Надо ее будет посмотреть. Территория околдома огорожена. В поврежденную секцию никого не пускают. Накануне вечером только разрешили забрать документы и домашних животных. Но жильцы надеялись на большее. Завтра может пустить, Галя. А сейчас? А сейчас нет, за вещами только. Сейчас застройщики ждут экспертов заключения, можно ли пускать людей в поврежденную секцию дома. До результатов экспертиза проход туда будет закрыт. Аварийные секции, где произошло, как раз все-таки расселены. Расселены по гостиницам. Часть жильцов разъехалась по своим родным, близким и друзьям. Вопросы расселения сейчас решаются. Номерной фонд мы смогли найти, несмотря на проведение в городе чемпионата. По допуску ждем заключения от МЧС и специалистов, которые проводят сейчас обследование. Расследованием причин падения экрана занимается Казанское отделение при Волжском управлении Ростехнадзора. Какие-либо выводы, говорят специалисты, делать пока слишком рано. Для расследования причин падения экрана сейчас создаётся комиссия, которая будет устанавливать причины падения экрана. А предварительно пока, вроде как говорят на объекте, что был порыв ветра, который и кран сдвинул с места, он снес тупикой упора и упал на живой дом. И добавляет, в пользу этой версии говорит и то, что это был единственный подвижный кран. Остальные были жёстко закреплены. Оценка ущерба на сегодняшний день производится. То есть наши специалисты смотрят как и фасадную сторону, так и по возможности по квартирам. Как говорит представитель застройщика, компания восстановит фасад дома и полностью компенсирует ущерб пострадавшим. Как только будут точно известны причины случившегося и размер причинённого падения краном ущерба. Айрат Назиф, Квадаримул Ахметов, написание Нязова и Константин Бушуев. Вызов 112. В Нижнекамске нырнул в озеро и не вынырнул 60-летний мужчина. Всё произошло на Пионерском озере. Дачник был в состоянии алкогольного опьянения, когда решил освежиться. Сейчас спасатели патрулируют необорудованные пляжи, просят людей выйти из воды и выносят им предупреждения. Алина Мусина подробнее. Он утонул на этом месте. После трудового дня мужчина решил окунуться в озеро. Нырнул, но выплыть уже не смог. Перед тем, как пойти купаться, он изрядно выпил. Погибшему было 60 лет. Нырнул, соответственно, там, возможно, ему стало плохо или что, неизвестно. Выдонул, начал макать руками, хватать воздух, ртом, соответственно, пока позвали на помощь соседей, так как поблизости здесь никого не было, пока добежали, то есть он уже, соответственно, признаков жизни не подавал. Владельцы ближайших домов вытащили дачника на этот подмосток и начали оказывать первую помощь. Но всё было тщетно. Врачам скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Обе трагедии произошли на необорудованных пляжах. Как говорят спасатели, большинство трагедий на воде. В прошлом году здесь утонул мужчина, знаете? Вот прямо вот от того места он выпил, поплыл, не пьяный, трезвый был. Просто утонул. И вот там его в белорусской станции, его только выловили из воды, вытащили его. Так что здесь опасно, потому что здесь спасатели. Не дай бог, что случится, вам никто помощь не сможет оказать. В прошлом году произошло такое вот случай, что компания из трёх человек распивали крепкие спиртные напитки. После уже распития один, значит, нырнул в каму и уже не вынырнул. То есть уже очевидцы, свидетели помогли, достали его тело уже без признаков жизни. Соответственно, поэтому в этом году этому месту мы уделяем более особое внимание. Работу специалистов многие отдыхающие воспринимают в штыки. Но задача сотрудников ГИМС в первую очередь предостеречь. Работа здесь ведется, а вы здесь купаетесь. Поэтому мы ваши данные запишем сейчас? Предупреждение вынесем вам. Предупреждение вынесем вам. Проверяют несанкционированные пляжи спасатели ежедневно. В первый раз проводят профилактическую беседу. За повторное нарушение выписывают штраф. Непонятливые же за отдых в неприспособленном месте рискуют заплатить своей жизнью. Алина Мусина, Светлана Шумкова, Евгений Лызаев, Вызов 112. Всего в Татарстане с начала лета жертвами водной стихии стали 20 человек. В числе погибших и двое детей. Еще 9 человек, терпящих бедствие на воде, удалось спасти. Основные причины трагедии – это купание в необорудованных местах, покорение водных просторов в нетрезвом состоянии и недостаточный контроль за детьми. Обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой смерть пациента. На скамье подсудимых – Халиль Зиаддинов, врач-хирург одной из частных клиник. По версии следствия, в апреле минувшего года доктор, недообследовав больного, обратившегося к проктологу, поставил ему неверный диагноз и назначил экстренную операцию, в ходе которой вколол пациенту обезболивающие, которое было противопоказано. При этом, как считает потерпевшая сторона, он делал все это в корыстных целях. Мнение обеих сторон в репортаже Нафисы Минязовой. Его практически убили одним уколом за 5 минут. Это подтвердили результаты экспертизы. Женщина рассказала, что ее брат после уговора своей жены обратился за помощью к уколопрактологу в одну из частных медицинских клиник Казани. Тогда он жаловался на ноющие боли, однако она отмечает, что причин для проведения экстренной операции не было. Он пришел туда, но вместо того, чтобы провести консультацию, его начали резать. Он не успел даже подписать согласие на оперативное вмешательство. У него даже не взяли ни одного анализа. Согласно материалам дела, врач, не записав в амбулаторной карте показания пациента, установил ему неверный диагноз и назначил срочную операцию. Мужчина погиб прямо на операционном столе до приезда скорой помощи, как позже установила экспертиза от обезболивающего, который применять было нельзя. Потерпевший сообщил, что бригаду медиков в клинику вызвали только для того, чтобы отвести от себя подозрения. Кроме того, согласно материалам дела, при проведении реанимационных мероприятий сам Халиф Зиаддинов не провел всех необходимых действий. Следствие также полагает, что операция им была проведена экстренно только для того, чтобы выставить пациенту счет побольше. Действовал умышленно из корыстных побуждений в целях скорейшего проведения операции и получения материального вознаграждения за оказанные им услуги. Осознавал, что своими действиями и бездействием оказывает услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потерпевшего. Сам подсудимый этого не признает, однако, по словам потерпевшей стороны, аванс больше половины суммы он взял до вмешательства. Мы делать ничего не будем, только общаясь с судимым государством. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет, однако он свою вину не признает. Между тем, ходатайствовал перед следствием о переквалификации своих действий на более мягкую статью. Причинение смерти по неосторожности. Максимальный срок по которой составляет лишь 2 года. На феста меня зовут Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов в судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова